Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет и вообще приветствуем всех, кто любит и ценит Священное Писание. А когда нам дорого Священное Писание, то дорогие те, кто записали священные тексты, нам очень дорогие священные авторы, вот сегодня мы вспоминаем святого апостола Евангелиста Матфея. Как вы знаете прекрасно, Новый Завет начинается именно с благовестия от Матфея. И тут, конечно, сразу скажу, что Евангелие – это соборный труд, то есть не надо думать, что Евангелист Матфей вот сам по себе вдруг взял и там что-то начал писать, а, конечно же, это вот сначала живая память о Христе сохранялась среди учеников христовых, апостолов, потом тех, кто новые ученики появлялись. А так как надо было ходить и проповедовать дальше, то, соответственно, нужно же записать, иначе будут просто забывать, да, или что-то искажать. И вот попросили в том числе апостола Матфея, потому что он был ученый человек. Ведь кто он был? Он был мытарь. Ну, тут же сразу вспоминают, что это очень такая низменная профессия, там, сборщик подать и так далее. Но дело в том, что мытарь мог стать только ученый человек. Мытари обязательно должны были уметь считать. Как бы они считали там вот эти пошлины, налоги, как бы они собирали деньги, если бы они не умели считать. Они должны были уметь писать, потому что нужно было составлять какие-то там записки, договоры. Разбирались, кстати, они в юриспруденции. И вот Матфей, он был ученый человек, и поэтому-то про него и к нему и обратились, чтобы он тоже записал что-то. А это был соборный труд Евангелия. Но Матфей выступал своего рода как редактор, как собиратель и тот, кто литературного, придал литературную форму, правильную форму памяти вот этим собранным воспоминанием о Христе. Так вот, что же мы знаем о Нем? Не так много сохранилось, но есть самое главное. И в Евангелии от Матфея мы читаем, что когда Спаситель проповедовал в городе Капернауме, и в Капернауме там ведь и дом был апостола Петра, и теща Петра там жила. Помните чудо исцеления тещи Петровой? Соответственно, многие люди приходили ко Христу и знали, что вот собираются там люди, которые получают исцеление в этом доме Петровом от Спасителя. И вот Спаситель как-то идет по городу, и читаем мы в Евангелии от Матфея, сам Матфей свидетельствует, но как бы в третьем лице. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за ним. Это вот самое главное, что сказано. То, что да, Матфей действительно вел до этого не очень такой благообразный образ жизни. Ну, на самом деле он не был блудником, каким-то преступником, но по своей такой человеческой сообразительности он решил подзаработать на том, что Иудея, она была оккупирована римлянами, и нужно было платить налоги. И вот эти вот пошлины собирались через доверенных людей, которые выбирались из числа самих иудеев, а, соответственно, где пошлина, где сбор денег, там можно взять и что-то самому себе, потому что учет был не настолько строгий, в отличие от нашего времени, и были своего рода такие вот точки, вот эти мытницы, точки сбора этих налогов и пошлин. Допустим, при въезде в город, или при входе на рынок, и те, кто заезжали в город с товаром, они должны были заплатить пошлину за то, что они везут. Те, кто идут на рынок, тоже должны были заплатить пошлину. И были вот эти особые места, где сидели эти мытари. А город Капернаум, кстати, это такое вот, это место пересечения путей. Торговых путей, и там порт находился, поэтому, конечно же, здесь пошлины собирались особенно, ну так вот, активно. И вот Матфей, он среди таковых действительно был. И мы знаем, что мытари, они не пользовались уважением. Вот в Талмуде, в Талмуде сказано, что если кто-то становится таким вот сборщиком податей, ведь это же для римского государства, то таковой да будет как бы вне израильского народа. То есть к нему отношений, как к тому, кто вычеркнул себя из богоизбранного народа, хотя зачастую к ним обращались, допустим, там могли взять взаймы деньги, там или еще какие-то финансовые взаимоотношения с ними могли совершаться. Вот. Но их никто не уважал, и они наравне как бы с блудницами упоминаются. Мытари и блудницы. Самый низ, то есть самое дно, хуже уже некуда. И вот Матфей, он среди таковых. Он сидит на своей вот этой точке сбора пошлин, но, видимо, ему настолько это все уже надоело, и настолько было плохо от постоянных расчетов, от лукавства, двуличия, что душа уже жаждала чего-то другого. И вот как только идет Христос Спаситель, то Матфей смотрит на него, а Спаситель смотрит на Матфея. Причем Спаситель даже ничего не требует, он ничего не говорит, а он просто видит сердце Матфея. Он видит, что тот может откликнуться, он его не обвиняет, не обличает Господь Матфея, а просто говорит ему, следуй за мною. И вот эти слова настолько откликнулись в сердце Матфея, что он встал и последовал за ним. Все, то есть с прежним образом жизни покончено. Матфей полностью с этим расстается. Ну, кстати, что мы можем сказать еще по поводу его жизни, что нам известно? У него еще другое имя, это Левий. Это имя упоминается в других Евангелиях, от Марка, от Луки. И имя Левий, у апостолов бывали двойные имена, А имя Левий, оно, вероятно, в честь одного из вот этих родоначальников колен Израилевых. Помните, Левиты. Левиты – люди, служившие Богу, как священники, как прислужники храма. И Левиты по имени Левия, одного из родоначальников вот этих колен, богоизбранного народа. И это имя было таким вот возвышенным. Но в самом Евангелии от Матфея упоминается именно он как, собственно, Матфей. И еще, да, еще какие наблюдения. То, что упоминается Иаков Алфеев среди апостолов. Да, и Матфей тоже называется Алфеевым. И отсюда делается вывод, что они были два брата, вот Матфей и Иаков. Потому что тот и тот называются Алфеевыми. Значит, у них общий отец по имени Алфей. Вот таково древнее предание, но про Иакова чуть меньше известно. А вот Матфей, он был грешником, но обратился, как только встретил Христа. И дальше Евангелие дает нам очень ценные сведения. Причем Матфей, он сам из себя как бы принижает все время. Всегда принижает. Вот даже когда он перечисляет апостолов, то там они попарно идут. Там Петр и Андрей, там Иоанн и Иаков. Так, то-то и то-то. И вот у других евангелистов там пишется Матфей и Фома. А здесь сам евангелист Матфей Фому выше себя ставит. Фома и Матфей. Причем именно евангелист Матфей в этом перечислении прямо говорит. Фома и Матфей мытарь. То есть, да, я вот занимался таким очень неблагонадежным делом вот этой профессии неуважительной. И вот так он себя прямо называет в перечислении апостолов, что он мытарь, тогда как другие евангелисты его просто называют Матфей. И еще что ценно, именно ценно, что другие евангелисты, они прямо говорят, что после этого призвания Матфей устроил вечерю в своем доме. И читаем, допустим, у Луки. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. «Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, зачем вы идите и пьете с мытарями и грешниками?» В Евангелии от Матфея это тоже упоминается, но там как бы тоже, вот Матфей тоже себя немножко как бы вычеркивает. Он просто пишет, и когда Иисус возлежал в доме, но он не говорит, что это именно его был дом. А вот Марк и Лука прямо говорят, что это, собственно, у самого Левия чуть ли не в тот же день. Ну, может быть, и не в тот же, но сказано, что сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И пришли вот другие знакомые, которые тоже с большим благоговением отнеслись к Спасителю. Вот фарисеи порицали. Как это так? Общаетесь с грешниками? Ну, если не общаться с грешниками, то как грешники обратятся? А если получается, что чистота всего страницы, то это уже не чистота, а чистоплюйство. И что же отвечает Спаситель? Вот именно благодаря евангелисту Матфею, его обращению из вот этих вот грешников, благодаря его призванию, до нас дошли одни из самых важных, одни из самых значимых слов Евангелия. Иисус, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит, милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Вот они, эти центральные слова. Оказывается, Спаситель пришел не ради праведников, не ради тех, которые думали, что они праведные, что они угодили Богу, а Спаситель пришел ради кающихся грешников, ради тех, которые сознают себя больными. Вот как, вспоминаю, преподобный Симеон, новый богослов, он в одном из своих поучений, рассуждая, говорит, что чтобы пришел врач, врач с большой буквы, надо призвать его. А чтобы призвать, надо увидеть свою болезнь и почувствовать ее. И Спаситель, он только для грешников, для тех, которые осознают себя грешником, потому что он врач. А врач нужен больным. И вот наша духовная задача тоже увидеть свою собственную неправду, свою собственную духовную болезнь, недуги, вот эти страсти, которые нас изъедают, чтобы обратиться ко Христу как истинному врачу. И вот евангелист Матфей, оставив прежний образ жизни, всецело следует за Господом. Он ходит вместе с общиной учеников всюду, да, они уже не имеют, где преклонить голову. Они поначалу просто вот слушают проповедь Спасителя, а потом Господь посылает их по двое, да, вот поэтому они перечисляются в этих списках евангельских учеников. Там они как бы идут попарно. Они ходят, проповедуют, да, именем Христовым они совершают чудеса, изгоняют бесов, исцеляют больных. Не очень много говорится про евангелиста Матфея в Евангелиях, ну, потому что Евангелие посвящено чему? Сыну Божию, воплотившемуся, ставшему ради нас человеком. И вот для нас ценно именно то, что евангелист Матфей и записал одно из четырех Евангелий. И тут мы что должны упомянуть? То, что когда Спаситель пострадал на кресте и воскрес из мертвых, то вот апостолы проповедуют кто где, но в основном поначалу в Иерусалиме, и Матфей, Матфей, он был проповедником прежде для своих братьев по крови, для иудеев. И Евангелие, вот как древние авторы сообщают, вот в частности Евсевий Кисарийский, древнецерковный автор, Евангелие он написал через восемь лет после Вознесения Христова, то есть примерно это начало сороковых годов. Да, ну, некоторые считают, что может быть чуть попозже. Это не так принципиально, мы не в года веруем, да, не в какие-то даты, не в какие-то периоды времени, мы веруем в Господа Иисуса Христа. И самое главное, что Господь вот и апостолы Матфея наделил даром Духа Святаго. И поэтому Дух Святой и его просветил, чтобы он чисто и ясно запечатлел свое свидетельство. И когда он для, прежде всего для Иерусалимской общины записывает Евангелие, то после этого он проповедует по Святой Земле. Потом он идет по другим местам. Надо полагать, что Матфей проповедовал прежде всего Иудейской диаспоре, которая расположена в разных местах. И вот есть такие древние сведения, что он проповедовал в том числе Эфиопии. Конечно, много всяких апокрифов, но известно, что Эфиопия – одна из первых стран, которая восприняла христианство. И одна из первых стран, наряду, скажем, с Арменией, Эфиопия стала христианским государством. И вот по одному из сведений, Матфей проповедовал именно там, и даже не боялся проповедовать племенам каннибалов, людоедов. И есть такие древние свидетельства, что от рук этих каннибалов он и принял смерть, убиение. А вот мощи его, ну, прямо скажем, его, конечно, людоеды не съели, просто были те, которые недовольны его проповедью. И вот они убили его, а тело его сохранилось, и оно ныне пребывает, мощи его пребывают на юге города Италии, в городе Солерно. Вот, собственно, и все, что мы можем сказать, собственно, по жизни евангелиста Матфея, но для нас большую ценность имеет его свидетельство о Христе, его записанное им Евангелие, как благовестие о жизни и учении Господа Иисуса Христа. Конечно, кто никогда не брал в руки Священное Писание и вдруг берет Евангелие от Матфея, то ему непонятно, как это так. Оно начинается с каких-то странных перечислений. Вот Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, там Яков родил Иакова и так далее. Кто там кого родил, вот там 14 родов, потом еще 14 родов, потом еще. И зачем все это надо? И человеку скучно, тяжело все это читать, и он не может понять, для чего это нужно. Но ведь Новый Завет, он неотделим от Ветхого Завета. И в Ветхом Завете вот это родословие, как преемство богоизбранного народа, людей, которые не языческим истуканам, да, или бесам поклонялись, а служили истинному Богу. И вот как раз Новый Завет, он подтверждает, что Христос и рождается в этом роду Авраама, и поэтому благословение данное Аврааму, что Господь говорил, Бог Отец говорил Аврааму, что в семени твоем благословятся все племена земные. То есть должно вот семя из чад Авраамовых. И также как сын Давидов, да, это истинный царь, который принесет вот некое вечное царство, так было и Давиду обетовано. И поэтому как раз вот Матфей, он прежде всего для представителей богоизбранного народа, и как бы подтверждая взаимосвязь Нового Завета и Ветхого, он поэтому и начинает с перечисления вот этих родов, что Спаситель действительно плоть от плоти богоизбранного народа, и он приносит благословение всем, и своим, и чужим, и близким, и дальним, и благословятся все племена земные, сказано было Аврааму, вообще все. Поэтому во Христе, как том, кто был обетован, и кто пришел в мир, в нем все благословляются. И вот Евангелист Матфей, поэтому он постоянно опирается на ветхозаветные пророчества, дабы показать, что Христос это и есть тот, кто был обетован Спасителем. Да, ведь, да, конечно, вот у кого-то там такие могут быть вопросы, почему родословие, оно ведется именно к Иосифу, ну как почему, потому что именно Дева Мария, она была формально в браке, и хотя сказано, что от Духа Святого, да, но чисто вот юридически, как отец, как бы тот, кто усыновил, а тот, кто усыновил, тот и признается за отца, вот кроме того, взята Дева Мария была из того же самого рода, и как ни крути, все равно она из того же самого богоизбранного народа, поэтому обетование исполняется именно во Христе, и вот Матфей, он ссылается как раз вот на пророков ветхозаветных, дабы показать, что во Христе они исполняются, эти пророчества. Допустим, а все сие произошло, пишет он, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, ну через пророка Исаия, все Дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. И вот подобных пророчеств, которые упоминаются у евангелиста Матфея, их напрямую там около 20 или даже 30, а отдельные ссылки их даже до 60, то есть Евангелие пропитано такими вот отсылками, и говорится, что Христос есть исполнение ветхозаветных пророчеств. Конечно, есть вот, как и у каждого евангелиста, некое свое своеобразие, вот то, что только у него. И вот в частности, только у евангелиста Матфея мы читаем про посещение волхвов, да, вот как они приходят из дальней страны, им открылось, что родился вот царь иудейский, да, они видели звезду его на востоке, и приходит, потом сообщается об этом Ироду царю, тот взволновался, да, и весь Иерусалим с ним, и потом они находят действительно Деву Марию, младенца, и преподнеся дары, им уже открывается, что надо отойти иным путем, не оповещая царя Ирода, и соответственно, конечно же, только у евангелиста Матфея говорится про бегство в Египет, и про избиение вифлеемских младенцев, то есть это вот вся вот эта взаимосвязанная история, и потом, соответственно, про возвращение из Египта, как сказано у пророков, из Египта возвал я сына моего. И в этом евангелии прослеживаются некоторые вот особенности, которые могут быть понятны только если знать вот традицию богоизбранного народа. Ну, допустим, ведь к первому веку, ко времени жизни Христа, уже вот четко сложилась традиция, что имя Божие, вот Яхвах, да, вот как мы пытаемся расшифровывать вот эту древнюю тетраграмму, начертанную в списках Ветхого Завета, это имя нельзя было произносить вслух, чтобы не нарушить заповедь Божию, не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, и поэтому имя Божие заменяли различными эпитетами. И вот, когда в Евангелии речь идет о Царстве Божием, допустим, Марк, там, Лука, они пишут Царство Божие, Царство Божие, то у евангелиста Матфея всегда говорится Царство Небесное. Царство Небесное подразумевается именно как тоже Царство Божие, потому что Господь наш, Он есть Господь Небесный. Он все сотворил, но прежде всего Царство, которое людям обетовано, оно на небесах, куда призываются все люди. Но, кстати, это Царство, оно с пришествием Христовым начинает вот на земле уже реализовываться в Церкви. И именно Матфей, вот Церковь по-гречески «экклесия», он этот термин упоминает дважды, тогда как у других евангелистов этого нет, потом уже в апостольских писаниях. И Церковь это и есть именно как бы осуществление Царства Божие, Царства Небесного на земле, так как люди, которые вот обращаются в Церковь Христова, они уже здесь начинают воспринимать нечто небесное. И из-за этого некоторые притчи, которые мы читаем именно у евангелиста Матфея, и они не встречаются у других евангелистов. Ну, например, вот притча о неводе, где сказано, что Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. То есть речь идет именно о Церкви Христовой, в которой приходят люди разные, и одни ведут себя хорошо, да, а другие не соответствуют своему призванию, и поэтому немножко вот как-то они, ну, худо ведут себя, и апостол, точнее, спаситель поясняет, а Матфея записывает, так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых и среды праведных, и вергнут их в плач огненный, там будет плач и скрежет зубов. То есть если ты пришел в Церковь, да, Церковь это Царство Небесное, которое на земле является, но если ты живешь несоответственно, то ты вот как эти рыбы худые будешь выкинуть просто, и там будет плач и скрежет зубов. И вот именно у евангелиста Матфея, допустим, есть притча о десяти девах. Помните, что вот десять дев, пять из них мудры, а пять неразумны, юродивые девы. А в чем их юродство, в чем их неразумие? В том, что они, взяв светильники, не взяли елея. А елей это что? Это милосердие, это добрые дела, и как следствие это благодать Святого Духа, которая осеняет милующую душу. И потом, вот кто оказывается готовы к встрече жениха? Те, которые не просто светильники, но снабдили елеем. Поэтому огонь их не угасает. Те люди, которые являют милосердием сейчас, их Господь наделяет благодатью Духа Святаго, как вот этим елеем, и огонек души такого человека, он не угасает, и они оказываются достойны встречи Господа Иисуса Христа. Вообще, конечно, о Евангелии Матфея можно говорить очень-очень много, и все это подробно исследуется учеными людьми, и можно по-разному выстраивать структуру. Ну, допустим, можно выстроить вот так, что есть некое вот предисловие, где вот эти вот родословные, потом о Рождестве Христовом, бегство в Египет, потом крещение, это как некая предыстория. А потом основное содержание, оно выстраивается согласно тройственному служению Господа Иисуса Христа. Это что за тройственное служение? Как пророка истинного, как царя и как первосвященника. И вот в Евангелии от Матфея там вот так идут блоки целые, что вначале как пророк это и учение Господа излагается, знаменитая Нагорная проповедь. Потом Спаситель уже предстает как царь, как истинный царь, когда он исцеляет больных, когда изгоняет бесов, и он царь над видимой и невидимой природой, царь над всем миром. А потом он как первосвященник, истинный первосвященник, он приносит в жертву Бога самого себя. Идет на крестные страдания. Вот она истинная жертва за грехи человечества. Вот можно так рассматривать. Но структура, конечно, для нас это вторичная, а главное содержание. И Нагорная проповедь, это ведь на самом деле то, что ну просто вот потрясает сознание многих людей. И даже я вам скажу, что вот в Израиле ну не все и не многие, но по крайней мере некоторые иудеи, они когда берут в руки Евангелие, вообще им это запрещено, но читают Нагорную проповедь и душа откликаются. В сердце что-то теплеет. И они видят, что вот те обрядовые предписания, вот это делай, это не делай, они, конечно же, уступают всему, что запечатлено в Нагорной проповеди. И вот это вот Матфей, евангелист Матфей все записал. Знаменитые заповеди блаженства, да, вот блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть не те, которые считают, что вот мы такие вот крепкие, сильные духи, духом мы все можем, а которые смирились пред Господом, осознают свое недостоинство. И их Господь, оказывается, как раз духовно укрепляет и благодатью Своей их насыщает, и таковых есть Царство Небесное. Ну и дальше то, что блаженны плачущие, ибо они утешатся. Прежде всего те, которые плачут о грехах своих, раскаиваются в этом. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кроткие, как тихие духом, не гневливые, не раздражительные, не вспыльчивые, не шумные, а у которых соблюдают внутри себя безмолвие и тишину. Вот она, кротость. Блаженны алчущие, жаждущие правды, милостивые, конечно же, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Миротворцы, изданные за правду, блаженны те, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и неправильно злословить за меня. И обычно сюда вот это вот завершение примыкает. Но я бы даже выделил как отдельную заповедь «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». То есть на самом деле мы призываемся к истинной радости. Если ты очищаешь сердце свое, то ты, естественно, сподобишься радости, ибо чистое сердце зрит Бога, а тот, кто зрит Бога, он сподобляется духовной небесной радости. Конечно, евангелист Матфей, вот как считают некоторые ученые, он как бы вот как собиратель и систематизатор. То есть он не просто вот записывал, что запомнили, да, и вот как Марк, допустим. И он не выстраивает такую строго хронологическую историю, как Лука. Лука ставил, в том числе, исторические задачи. А он пытается вот систематизировать и обобщить учения Христова и дела Христовы. Главное, чтобы ничего вот не упустить. И поэтому некоторые предполагают, что вот Нагорная проповедь, то, что пятая, шестая, седьмая главы, это вот систематизированное и обобщенное учение Христово, которое в разное время было высказано Господом. Ну, Спаситель, конечно же, повторял свое учение в разных местах. И то, что читаем мы именно в Нагорной проповеди, да, что не просто вот люби ближнего твоего, да. Вот Спаситель цитирует, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, потому что ты тогда становишься духовно свободным. Ты не подчиняешься чьей-то злобе, да. Если чья-то злоба тебя делает злым, то значит ты очень слабый и легко падаешь и увлекаешься, отравляешься чужой отравой. Вот так бывает, когда мы на злобу реагируем злобой. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И даже когда Наполеон читал все вот эти вот строки, уже будучи в ссылке в далекой, на острове Святой Елены, то он тоже просто вот удивлялся, насколько вот это учение, оно искреннее, насколько оно преображает людей, и любовь Христова, она сквозь века привлекает ко Христу людей. Вот в основном все вот там императоры какие-то, лидеры политические, они путем такого усилия воли, они путем навязывания своих принципов, построения какой-то империи пытаются завладеть, а вот только Христос, Он свое вот сообщество выстраивает за счет любви. И люди добровольно приносят, как вот чистый отклик на любовь Христову, свою искреннюю любовь. Евангелист Матфей, он как раз записал все, что Спаситель говорил именно о внутренней жизни человека, что если ты посмотрел с вожделением на противоположный пол, то ты уже впадаешь в некое блудодеяние, то есть береги свое сердце, береги свой ум чистым, не судите, да несудимы будете, ибо каком судом судите, таким будете судимым. Подобное учение, которое вот даже так скажу, что если хотите порекомендовать что-то, ну вот самое главное в Евангелии от Матфея, то прежде всего давайте прочитать человеку именно Нагорную проповедь с пятой по седьмую главы, а потом уже вот когда человек расположится, то можно уже дать прочитать все. И для Евангелиста Матфея, для него было важно, что Господь не просто пострадал, он, конечно же, воскрес, но он остается с нами в своей церкви на земле. Да, Спаситель вознесся, но Евангелист Матфей, он пытается на чем сделать акцент? Вот как он завершает Евангелие? Он завершает Евангелие словами Христа. Вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. То есть Спаситель, хотя и вознесся, но он остается с нами, своей благодатной силой, своим пусть и невидимым, но присутствием рядом, поэтому наши молитвы не бывают в пустоту. Когда мы здесь молимся, Господь слышит, Господь все это принимает, а исполняет только то, что полезно, конечно, но Господь присутствует с нами в церкви вплоть до самого последнего мгновения мира, пока мир будет существовать, и Господь не оставляет своих. «И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам», — говорит Спаситель. И вот Матфей, он это записывает, именно он приводит вот это свидетельство и троечную формулу Отца и Сына и Святого Духа, во имя Бога Троицы мы призваны крестить все народы и научить именно все народы, то есть не только богоизбранный народ, а вообще все, ибо по большому счету каждый человек, неважно какого рода и племени, он чадо Божие. Вот таков Евангелист Матфей, таково его благовестие, если говорить кратко, да, а кто хочет более чего-то серьезного, тот может познакомиться с различными научными разработками, ну и, конечно, с теми беседами, которые ведутся на нашем библейском портале «Экзегет». Остается нам только помолиться Святому Евангелисту Матфею, чтобы он сподобил нас ясного разумения Священного Писания, чтобы сердце наше с теплом откликалось на строки Евангелия, и мы старались не просто читать, но и исполнять все, чему нас учит Господь наш Иисус Христос. Храни вас Божие, дорогие братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok